Шестая планета была в 10 раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги. — Смотрите-ка, вот прибыл путешественник! — воскликнул он, заметив маленького принца. Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал. — Откуда ты? — спросил старик. — Что это за огромная книга? — спросил маленький принц. — Что вы здесь делаете? — Я географ, — ответил старик. — А что такое географ? — Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни. — Как интересно! — сказал маленький принц. — Вот это настоящее дело! И он окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видал такой величественной планеты. — Ваша планета очень красивая, — сказал он. — А океаны у вас есть? — Этого я не знаю, — сказал географ. — О, — разочарованно протянул маленький принц. — А горы есть? — Не знаю, — повторил географ. — А города, реки, пустыни? И этого я тоже не знаю. Но ведь вы географ! — Вот именно! — сказал старик. — Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ — слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета, но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник. А зачем? Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. И если он выпивает лишнее, тоже беда. А почему? Потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две. Я знал одного человека. Из него вышел бы плохой путешественник, сказал маленький принц. Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник человек порядочный, тогда проверяют его открытие. Как проверяют? Идут и смотрят? Ну нет, это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни. Географ вдруг разволновался. Но ты ведь и сам путешественник. Ты явился издалека. Расскажи мне о своей планете. И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами. — Слушаю тебя, — сказал географ. — Ну, у меня там не так уж интересно, — промолвил маленький принц. — У меня всего очень маленькое. Есть три вулкана. Два действуют, а один давно потух. — Но мало ли что может случиться. — Да, все может случиться, — подтвердил географ. — Потом у меня есть цветок. — Цветы мы не отмечаем, — сказал географ. — Почему? Это ведь самое красивое. — Потому что цветы эфемерны. — Как это эфемерны? — Книги по географии — самые драгоценные книги на свете, — объяснил географ. — Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места. Или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных. — Но потухший вулкан может проснуться, — прервал маленький принц. — А что такое эфемерный? — Потух вулкан или действует? Это для нас, географов, не имеет значения, — сказал географ. — Важно одно — гора. Она не меняется. — А что такое эфемерный? — спросил маленький принц. Ведь раз задав вопрос, но он не отступался, пока не получал ответа. — Это значит тот, что должен скоро исчезнуть. И мой цветок должен скоро исчезнуть. — Разумеется. — Моя краса и радость недолговечна, — сказал себе маленький принц. — И ей нечем защищаться от мира. У нее только и есть то четыре шипа. А я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна. Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но мужество тотчас вернулось к нему. — Куда вы посоветуете мне отправиться? — спросил он географа. — Посети планету Земля, — отвечал географ. — У нее неплохая репутация. И маленький принц спустился в путь. Но мысли его были о покинутом цветке. Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля. Земля — планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, в том числе, конечно, и негритянских, 7 тысяч географов, 900 тысяч дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов чистолюбцев. Итого около 2 миллиардов взрослых. Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что пока не изобрели электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков. 462 511 человек. Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии. Потом в Африке и Европе. Затем в Южной Америке. Затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались. Никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно. Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на Северном полюсе, да еще его собрату на Южном полюсе, только этим двоим жилось легко и беззаботно. Им приходилось заниматься своим делом всего два раза в год. Когда очень хочешь сострить, иной раз по неволе приврешь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней неверное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы два миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они без труда уместились бы на пространство размером 20 миль в длину и 20 в ширину. Все человечество можно было бы составить, причем ключу, на самом маленьком островке в Тихом океане. Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как Баобабы. А вы посоветуйте им сделать точный расчет. Им это понравится. Они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику. Это ни к чему. Вы без того мне верите. Итак, попав на Землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча. «Добрый вечер», — сказал на всякий случай маленький принц. «Добрый вечер», — ответила змея. «На какую это я планету попала?» «На Землю», — сказала змея. «В Африку». «Вот как? А разве на Земле нет людей? Это пустыня. В пустынях никто не живет, но Земля большая». Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу. «Хотел бы я знать, зачем звезды светятся», — задумчиво сказал он. «Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог снова отыскать свою». «Смотри, вот моя планета, прямо над нами». «Но как до нее далеко?» «Красивая планета», — сказала змея. «А что ты будешь делать здесь, на Земле?» «Я поссорился со своим цветком», — признался маленький принц. «А, вот она что». И оба умолкли. «А где же люди?» — вновь заговорил, наконец, маленький принц. «В пустыне все-таки одиноко». «Среди людей тоже одиноко», — заметила змея. Маленький принц внимательно посмотрел на нее. «Странное это существо», — сказал он. «Не толще пальца. Но могущества у меня больше, чем в пальце короля», — возразила змея. Маленький принц улыбнулся. «Но разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты путешествовать не можешь». «Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль», — сказала змея. И обвилась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет. «Всех, кого я коснусь, я возвращаю Земле, из которой они вышли», — сказала она. «Но ты чист и явился со звезды». Маленький принц не ответил. «Не жаль тебя», — продолжала змея. «Ты так слаб на этой Земле, жесткая, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу?» «Я прекрасно понял», — сказал маленький принц. «Но почему ты все время говоришь загадками?» «Я решаю все загадки», — сказала змея. И оба умолкли. Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок. Крохотный, невзрачный цветок о трех лепестках. «Здравствуй», — сказал маленький принц. «Здравствуй», — отвечал цветок. «А где люди?» — вежливо спросил маленький принц. «Цветок видел однажды, как мимо шел караван. Люди? Ах да, их всего, кажется, шесть или семь. Я видел их много лет назад, но где их искать, неизвестно. Их носят ветром, у них нет корней. Это очень неудобно». «Прощай», — сказал маленький принц. «Прощай», — сказал цветок. Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не увидал гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом. И теперь он подумал, с такой высокой горы я сразу увижу всю планету и всех людей. Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы. «Добрый день», — сказал он на всякий случай. «Добрый день», — «день», «день», — откликнулось эхо. «Кто вы?» — спросил маленький принц. «Кто вы?» «Кто вы?» «Кто вы?» Откликнулось эхо. «Будем друзьями, я совсем один», — сказал он. «Один, один, один», — откликнулось эхо. «Какая странная планета», — подумал маленький принц. «Совсем сухая, вся в выглах и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь. Дома у меня был цветок, моя краса и радость. И он всегда заговаривал первым». Долго шел маленький принц через пески, скалы и снега. И, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. «Добрый день», — сказал он. Перед ним был сад полный роз. «Добрый день», — отозвались розы. И маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. «Кто вы?» — спросил он пораженный. «Мы?» «Розы», — отвечали розы. «Вот как», — промолвил маленький принц. И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду. «Как бы она рассердилась, если бы увидела их», — подумал маленький принц. «Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной. Ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы не унизить меня тоже». А потом он подумал. «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше нет ни у кого и нигде. А это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было, что простая роза до три вулкана, роста мне по колено. И то один из них потух, и, может быть, навсегда. Какой же я после этого принц?» Он лег в траву и заплакал. «Вот тут-то и появился лис». «Здравствуй», — сказал он. «Здравствуй», — вежливо ответил маленький принц и оглянулся, но никого не увидел. «Я здесь», — послышался голос, под яблоней. «Кто ты?» — спросил маленький принц. «Какой ты красивый». «Я лис», — сказал лис. «Поиграй со мной», — попросил маленький принц. «Мне так грустно». «Не могу я с тобой играть», — сказал лис. «Я не приручен». «Ах, извини», — сказал маленький принц. Но, подумав, спросил, «А как это приручить?» «Ты не здешний», — заметил лис. «Что ты здесь ищешь?» «Людей ищу», — сказал маленький принц. «А как это приручить?» «У людей есть ружья, и они ходят на охоту». «Это очень неудобно». «И еще они разводят кур». «Только этим они хороши». «Ты ищешь кур?» «Нет», — сказал маленький принц. «Я ищу друзей». «А как это приручить?» «Это давно забытое понятие», — объяснил лис. «Это означает создать узы». «Узы?» «Вот именно», — сказал лис. «Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственной в целом свете, и я буду для тебя один в целом свете». «Я начинаю понимать», — сказал маленький принц. «Есть одна роза. Наверное, она меня приручила». «Очень возможно», — согласился лис. «На земле чего только не бывает». «Это было не на земле», — сказал маленький принц. Лис удивился. «На другой планете?» «Да». «А на той планете есть охотники?» «Нет». «Как интересно, а куры там есть?» «Нет». «Нет в мире совершенства», — вздохнул лис. Но потом он опять заговорил о том же. «Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом смотри. Видишь, вон там в полях зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно. Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру. Лис замолчал и долго смотрел на маленького принца. Потом сказал. «Пожалуйста, приручи меня. Я бы рад», – ответил маленький принц. «Но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи. Узнать можно только те вещи, которые приручишь», – сказал Лис. «У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня». «А что для этого надо сделать?», – спросил маленький принц. «Надо запастись терпением», – ответил Лис. «Сперва сядь вон там, подаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя искосы поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе». «На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. Лучше приходи всегда в один и тот же час», – попросил Лис. «Вот, например, если ты будешь приходить 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному времени, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды». «А что такое обряды?» – спросил маленький принц. «Это тоже нечто давно забытое», – объяснил Лис. «Нечто такое, от чего один какой-то день становится, не похож на все другие дни, а один час на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха». Так маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощания. «Я буду плакать о тебе», – вздохнул Лис. «Ты сам виноват», – сказал маленький принц. «Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил». «Да, конечно», – сказал Лис. «Но ты будешь плакать». «Да, конечно». «Значит, тебе от этого плохо». «Нет», – возразил Лис, – «мне хорошо». «Вспомни, что я говорил про золотые колосья». Он умолк. Потом прибавил. «Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза – единственная в мире. А когда ты вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок». Маленький принц пошел взглянуть на розы. «Вы ничуть не похожи на мою розу», – сказал он им. «Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других Лисис. Но я с ним подружился, и теперь он единственный в целом свете. Розы очень смутились. «Вы красивые, но пустые», – продолжал маленький принц. «Ради вас не хочется умереть». Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы, но она мне дороже вас всех. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее загораживаю ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц. Только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя. И маленький принц возвратился к Лису. «Прощай», – сказал он. «Прощай», – сказал Лис. «Вот мой секрет. Он очень прост. Зоркое одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». «Самого главного глазами не увидишь», – повторил маленький принц. «Чтобы лучше запомнить». «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей все свои дни». «Потому что я отдавал ей все свои дни», – повторил маленький принц, – «чтобы лучше запомнить». «Люди забыли эту истину», – сказал Лис. «Но ты не забывай. Ты всегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за свою розу». «Я в ответе за мою розу», – повторил маленький принц, – «чтобы лучше запомнить». «Добрый день», – сказал маленький принц. «Добрый день», – отозвался стрелочник. «Что ты делаешь?», – спросил маленький принц. «Сортирую пассажиров», – отвечал стрелочник, – «отправляя их в поездах по тысяче человек за раз. Один поезд направо, другой налево. И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, скромом промчался мимо. И будка стрелочника вся задрожала. «Как они спешат?», – удивился маленький принц. «Что они ищут?» «Даже сам машинист этого не знает», – сказал стрелочник. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд. «Они уже возвращаются?», – спросил маленький принц. «Нет, это другие», – сказал стрелочник. «Это встречный». «Им было нехорошо там, где они были прежде?» «Эх, там хорошо, где нас нет», – сказал стрелочник. И прогремел, сверкая третий скорый поезд. «Они хотят догнать тех, первых?» – спросил маленький принц. «Ничего они не хотят», – сказал стрелочник. «Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окнам». «Одни только дети и знают, что ищут», – промолвил маленький принц. «Они отдают все свои дни тряпичной кукле, и она становится им очень-очень дорога. И если ее у них отнимут, дети плачут». «Их счастье», – сказал стрелочник. «Добрый день», – сказал маленький принц. «Добрый день», – ответил торговец. «Он торговал самоновичными пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю, и потом целую неделю не хочешь пить». «Для чего ты их продаешь?» – спросил маленький принц. «От них большая экономия времени», – ответил торговец. «По подсчетам специалистов, можно сэкономить 53 минуты в неделю». «А что делать в эти 53 минуты?» «Да что хочешь». «Будь у меня 53 минуты свободного времени», – подумал маленький принц, «я бы просто-напросто пошел к роднику». Миновала неделя с тех пор, как я потерпела аварию. Я слушал про торговца пилюлями и выпил последний глоток воды. «Да», – сказал я маленькому принцу, – «все, что ты рассказываешь, очень интересно. Но я еще не починил самолет, у меня не осталось ни капли воды. И я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику». «Лис, с которым я подружился, милый мой, мне сейчас не до лиса». «Почему?» «Да потому что придется умереть от жажды. Он не понял, какая тут связь. Он возразил, – хорошо, если у тебя когда-то был друг. Пусть даже надо и умереть. Вот я очень рад, что дружил с лисом». Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча. Я не сказал этого вслух, только подумал. Но маленький принц посмотрел на меня и промолвил. «Мне тоже хочется пить. Пойдем, поищем колодец». Я устала развел руками. Что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь. Долгие часы мы шли молча. Наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видела их будто во сне. Мне все вспоминали слова маленького принца. И я спросил, «Значит, и ты знаешь, что такое жажда?» Но он не ответил. Он сказал просто, «Вода бывает нужна и сердцу». Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать. Он устал, опустился на песок. Я сел рядом. Помолчали. Потом он сказал, «Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно». «Да, конечно», – сказал я только, глядя на волнистый песок, освещенный луною. «И пустыня красивая», – прибавил маленький принц. «Это правда. Мне всегда нравилась пустыня. Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно, и все же и только тишина, словно лучица. «Знаешь, отчего хороша пустыня», – сказал он, – «где-то в ней скрываются родники». Я был поражен. Вдруг я понял, почему таинственно лучится песок. Когда-то маленьким мальчиком я жил в старом пристаром доме. Рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а, может быть, никто и никогда и не видел, и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован. В сердце своем он скрывал тайну. «Да», – сказал я, – «будь то дом, звезды или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами». «Я очень рад, что ты согласен с моим другом, лисом», – отозвался маленький принц. Потом он уснул. Я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, в лесу скрывалось сокровище. Мне казалось, даже ничего более хрупкого нет на нашей земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер и говорил себе, «Все это лишь оболочка. Самое главное – то, чего не увидишь глазами». Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе, трогательнее всего в этом спящем маленьком принце его верность цветку, образ розы, который лучится в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит. И я понял, он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь. Порыв ветра может их погасить. Так я и шел. И на рассвете дошел до колодца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова